Приветствую вас. Для начала я хотел бы, для начала я хотел бы, хотел бы обратить ваше внимание на корень проблемы. То есть вы говорите, что я не могу найти выход из сложившейся ситуации. О какой конкретно ситуации вы ведете речь? То есть, условно говоря, что вас сильнее всего за дело в этой ситуации? Я на самом деле не шучу, я говорю сейчас абсолютно серьезно. То есть вас что-то напрягает, я так вот подозревал, да? Я подозреваю, что вас что-то напрягает, я подозреваю, что вас что-то раздражает, я подозреваю, что что-то вызывает у вас такой достаточно сильный негатив. Вот. И очень важно, по моему мнению, в первую очередь, понять, о чем идет речь. То есть, а вот именно, о чем идет речь конкретно. Вас больше всего за дело то, что начальники стали на вас, допустим, матом орать. Это одно. Ну, то есть, это один момент. Если вас за дело то, или, ну, не за дело, может быть, а напрягает тот факт, что заместитель начальника ваш сосед, и вам, вас раздражает, что он, ну, вот, в вашей жизни, как бы, есть, то это все же другое, другое. Вот. То есть, вы пишите, что вас раздражает его появление в моей жизни. Вот. То есть, работать с раздражением – это одно, по поводу начальника, и работать с раздражением на начальника – это одно дело совсем. И другое дело – работать, например, над тем, как вы ставите себя на работе. То есть, вот, как вы, ну, пришли вот к этой вот ситуации, которая описывает то, что на вас там кричат и так далее. Я вижу, вот, когда вы говорите, что меня уговорили вернуться, я вижу здесь некую, знаете, ну, такую жертвенную позицию немного, потому что, вот, меня уговорили. То есть, я не хотел, но меня уговорили. То есть, здесь, как бы, вы ответственность за себя, за то, что вы делаете, как будто вы не несете. Понимаете? Мне кажется, что это, ну, далеко не самый лучший расклад, который может быть для вас. Потому что, как бы, вот, как раз-таки отсутствие ответственности, оно и играет с вами сильно злую шутку. Вот. Синдром жертвы, который вы описываете у себя в тегах к вопросу, синдром жертвы – это, как раз-таки, условно говоря, некая безответственность по отношению к тому, что происходит, ну, условно говоря, в вашей жизни. И, соответственно, соответственно, это то, с чем нужно работать. Личная ответственность за то, что вы делаете. То есть, переезд, переезд, это, по сути, побег. То есть, если вы, к примеру, ну, если вы, к примеру, переедете, да, то это будет означать, по факту, что вы просто-напросто сбежали. Опять же, опять же, опять же, я не думаю, что это то, что вы хотите. Я не думаю, что это что-то, что вам как-то вообще поможет, к сожалению. Потому что, ну, об этой ситуации, от этого человека, от этих людей, вы, может быть, и сможете сбежать. А дальше? Что будет дальше? Что вы будете делать дальше? Понимаете? Поэтому, побег, это, совершенно, точно, не вариант. И смена места жительства, это, совершенно, точно, на мой взгляд, не вариант. Вот. Хорошим вариантом было бы, конечно, определить с тем, что именно вы хотите решить для себя. То есть, вы говорите, значит, так, работу тоже пока не нашла, нет личной жизни. То есть, вы здесь, извините, пожалуйста, но вы здесь мешаете все в одну кучу. То есть, и отсутствие работы, и отсутствие личной жизни. Все-таки, это вещи такие, я бы сказал, разные в некоторой степени. И относиться к ним нужно тоже, как к вещам, разным. То есть, если у вас нет работы, если вы не можете найти работу, это означает, что, ну, вероятно, вам сложно искать на себе занятия. В принципе. То есть, может быть, у вас есть некая такая проблема, да, что вы, ну, не знаете, чем, там, допустим, хотели бы заниматься. Например. Просто у вас нет представления. Ага. Может быть, вы не имеете чётких своих ценностей. То есть, вот, ну, чётко не понимаете, ради чего это всё. Ради чего, эээ, для чего, эээ, ну, вы могли бы тем или иным заниматься. Вот. То есть, это такая же история. То есть, это может быть, ну, может быть так. Эм, может быть, ну, могут быть ещё какие-то вещи. То есть, с работой это, там, очень разный адрес. То есть, может быть, может быть, например, запрет, допустим, на успех. То есть, тут такая история тоже, бывает, бывает такая история, она, ну, безусловно, неприятная эта история, но она, тем не менее, случается. То есть, вот, когда человек просто теряет себя, вот, чувствует себя таким потерянным. Потерянным. Вот. Что касается личной жизни, что это больше элемент, эээ, гендерного поведения. То есть, это именно элемент, эээ, больше, эээ, гендерного поведения. То есть, какая вы женщина, эээ, как вы ведёте себя, эээ, сээ, мужчинами. Эээ, допустим. Понимаете? Как вы ведёте себя с мужчинами, как, как вы себя, к примеру, ээээ, ну, презентуете, репрезентуете. Вот. И так далее, и так далее. То есть, это очень, эээ, важные моменты, эээм, тоже. Вот. Потому что от этого, на самом деле, ну, ээээ, зависит довольно много. От этого, от этого зависит. Вот. Поэтому, я думаю, что, может быть, эти проблемы, конечно, и связаны между собой. Но, тем не менее, мешать, мешать, мешать их, эээ, по моему мнению, мешать их, ээээ, все же не стоит. Потому что, ээээ, все-таки разные, ну, разные сферы. Вот. Ээээ, ну, вы не совсем верно, возможно, ээээ, выстраиваете, ээээ, свои деловые, рабочие отношения. Ээээ, не совсем верно, в смысле, что, ээээ, все приходит к конфликту. Вот. И я здесь не хочу вас обвинять, не подумайте, пожалуйста, чего плохого. Но, речь идет о том, речь идет о том, что, ну, как бы, ээээ, речь идет о том, что вы делаете. Смотрите, какая штука. То есть, речь идет о том, что вы делаете. Куда вы идете и к чему вы стремитесь. Ну, вот, там есть, ну, обвинение начальников, обвинение людей, а, каких-то, вот, даже, ну, там, образно говоря, в вашу сторону, да? Это же все равно, как бы, их проблемы, да? Это не ваши проблемы. Почему они, они стали ругаться оба? Почему, из-за чего, да? Что-то же их к этому, что-то же к этому привело? Почему вы позволили себя уговорить вернуться, как бы? То есть, такой вот момент. То есть, я вижу, Алёна, со стороны, ситуация такую, что у вас есть, на мой взгляд, глубокая неудовлетворенность. Глубокая неудовлетворенность. Вообще, вот, с тем, что, ну, с тем, как вы живете. И, мне кажется, что эта неудовлетворенность, она на вас, эм, ну, влияет очень сильно. Понимаете? Вот. И, именно из-за того, что это на вас влияет, вы попадаете в такие вот истории. Такие вот истории, эм, и страдает, потом, потом страдает из-за того, что это происходит с вами. Вот. И надо сказать, что, без страдания здесь не обойтись, потому что, ну, вы неудовлетворены, это нормально. Вот. Но, другое дело, что ваши неудовлетворенность нужно раскрыть. То есть, например, эм, вот, вот, да, например, так. Для чего вы работаете? Если для заработка денег, то это одно. Если чтобы что-то реализовать, это другое. Понимаете? Что это, как бы, ну, что-то, вот, эм, там, условно говоря, разные, ну, разные, разные, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ То есть вот тоже момент. Для чего или зачем вам личная жизнь? То есть каким, условно говоря, значением вы наделяете её? Почему вам хочется, чтобы она была? То есть ведь это же, опять же, понимаете, в отношениях люди отдают. У меня такое ощущение, что вы больше хотите получать. И само по себе это не то, чтобы плохо, что вы хотите получать. Просто нужно чётко понимать, что вы хотите получить, и что может дать вам человек, да? Ну и наконец, то, собственно, с чего всё началось, да? То есть раздражённость. Вы раздражаетесь на, собственно, заместителя начальника. Он вас раздражает. Это тоже нужно исследовать. Чем он вас раздражает? Как правило, раздражение это то, что человек, опять же, проецирует, но не хочет принимать самостоятельно. То есть вас раздражает то, что, ну вот, то, что вы сами бы, например, хотели, к примеру. Но по какому-то, ну по ряду причин, да, вы себе этого просто не позволяет. И в итоге раздражение, оно просто трансформируется вот в такой негатив по отношению к людям, отношения к людям и так далее. Возможно, я хотел бы подчеркнуть, хотел бы подчеркнуть, что только возможно, что это не факт, не факт, но только возможно. Что вам для чего-то нужны эти скандалы. Знаете, то есть вот, возможно, для чего-то вам это всё нужно. Возможно, вы видите в этом какой-то плюс для себя. Вот. Понимаете? Поэтому здесь вот то, что, ну, что-то, что тоже нужно исследовать, конечно же. На мой взгляд, потому что без этого, ну, без этого не получится. Ничего в ухо, понятия определить. Вот. Значит, пока что я рекомендовал бы вам проследить за чувством раздражения, которое вы ощущаете, которое вы, вот, видите, и к чему оно восходит. К чему восходит это чувство раздражения. То есть не нужно бороться с ним, не нужно пытаться его, как-то, знаете, подавить, да. Позвольте ему быть с вами, с этим, ну, вот, этому чувству. Позвольте ему быть. Вот. Не подавляйте его, его, это чувство. И, соответственно, посмотрите, куда вас, грубо говоря, это приведёт. В каком направлении вас это приведёт. Вот. Было бы здорово, если бы, вот, вы этот до себя открыли. То есть это было бы уже, знаете, с такой победой для вас, скажем так. Вот. В целом же не столь важно, как мы видим эту ситуацию, как важны ваши чувства. Здесь. Вот. То есть важно именно вот то, что вы хотите сами. Для себя, допустим. Важно то, к чему вы стремитесь. Это тоже очень важный момент, на мой взгляд. Вот. Вот это, это, в принципе, то, что я мог бы вам ответить. Прямо сейчас. Вот. Понятно, что этого может быть мало. И для дополн... ну, для более полной информации, возможно, имеет смысл с вами побеседовать. Ну, вот, пока что на данный момент. Так. Так что вот. Надеюсь, что... какую-то информацию, какую-то пищу для размышлений вы получили, получили. Ага. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...